Женщина за штурвалом. Женщина военнослужащая, милая, хрупкая, обаятельная, но в то же время сильная и выносливая. Ее мечтой было стать авиатрисой, и она осуществила задуманное. Это в целом такое чувство удовлетворенности. То есть ты взлетаешь, ты не думаешь о том, что приходит на земле, ты просто ходишь в полет. У тебя есть рабочее место, твоя кабина и есть пейзаж за окном. Арина служит в авиационном полку авиадивизии особого назначения с декабря 2022 года. Помощник командира на Ан-148. К этому она шла долгие годы. Пять лет и три месяца учебы в Краснодарском высшем военном авиационном училище. И это лишь начало пути. А свой первый тренировочный полет она запомнила навсегда. Это было вау. Это не обещать словами. Это просто вот такой подъем эмоций, что вау, я это могу, это действительно реально. Чтобы управлять этой стальной птицей, нужен железный характер. И не каждому дано освоить такую сложную профессию. Сейчас Арина проходит сдачу на квалификационный разряд. Нас проверяют по теоретическим подготовкам, по дисциплинам. Некоторым на нашу профпригодность, на сдачу, на именно летчик третьего класса. Это волнительно? Да. Назвать их слабым полом точно нельзя. В авиадивизии особого назначения наряду с сильными мужчинами служат сильные женщины. Перед ними стоят разные задачи, но все они настоящие профессионалы своего дела. Они поднимают многотонные самолеты в небо, работают с важными документами, руководят полетами в центре управления и многое другое. Каждая вносит свой вклад в укрепление обороноспособности страны. Они защитники Отечества и 23 февраля их праздник, но и 8 марта женщины-военнослужащие принимают поздравления. Так во Дворце культуры имени Чкалова состоялся праздничный концерт. От командования авиадивизии особого назначения прозвучали особые слова в адрес женщин. Заряд, который вам подарили, он как цепная реакция, доберется до ваших близких. Передайте им всем вашим близким, женщинам, мамам, бабушкам, сестренкам, племянницам, дочерям. Передайте этот заряд, пусть они радуются, празднуют. Виновниц торжества благодарили, чествовали и поздравляли в подарок милым дамам песни и, конечно, цветы. От всей души хочется вас поздравить с первым весенним праздником, международным женским днем. Всем хочется пожелать весенних улыбок, голубого неба, семейного счастья, личного благополучия, ну и, конечно, победа, особенно тем женщинам, кто непосредственно принимает участие в СВО и тем, кто ждут своих отцов, мужей, братьев и сыновей. Дорогие дамы, поздравляю вас с 8 марта, с этим чудесным весенним праздником. Желаем вам всегда много улыбок, хорошего настроения и очень много любви. Простого женского счастья, здоровья, чтобы в семье всегда было уютно, чтобы ваши мужчины вас радовали, дети радовали. Ну и хочется пожелать всем тем, кто сейчас находится в зоне боевых действий, чтобы обязательно они вернулись и мамы, жены, сестры, дочери, сыновья дождались своих отцов. Всем здоровья и счастья, процветания, счастья и благополучия.